Люди побегут из депозитов в недвижимость. А вот в Госдуме выступили против майских указов президента. При этом заемщики все реже стали гасить ипотеку досрочно. Как черти из табакерки стали появляться депутаты, которые крышуют строительный комплекс. А иначе чем объяснить, что некоторые депутаты высказались по отношению к тому, что президент в своих майских указах сказал, что граждан России нужно обеспечить минимум 33 квадратными метрами жилой площади к 2030 году. После этого в Москве и в Ленинградской области объявили, что не будут строить студии меньше 28 квадратных метров. И вот тут некоторые депутаты высказались о том, что студии, оказывается, нужно строить, потому что это польза для народа. То есть сам покупатель просит застройщика строить квартиры все меньше и меньше. А че там 22 метра? А давайте-ка просить уж не 18, а вообще 2 квадратных метра, как в кладовке. Чего? Это будет совсем дешево, всего каких-то 300-400 тысяч рублей. И на себе живи. Там можно построить многоэтажную кровать, под кроватью можно хранить вещи, а в туалет ходить в унитаз. Ой, пардон, в ночной горшок. Вот, пожалуйста, не кто-нибудь, а замк-пред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что запрет на строительство маленьких студий в России невозможен. Ленте РУ она сказала следующее. Мне кажется, что у нас будут строить то, на что есть спрос и на что есть деньги. Никакими запретами эту тенденцию нельзя отменить. Вот так вот, все просто. У людей есть деньги на квартиру 22 метра, давайте строить 22. А когда у них завтра не будет денег на 22 квадратных метра, будем строить меньше. И как я уже сказал, так и дойдем до кладовок в 2 квадратных метра. Многие в комментариях пишут о том, что у нас будут постоянно покупать недвижимость, потому что печатный станок работает. Да, действительно, у нас печатный станок работает, и количество денег уже достигло безумных цифр. Но я уже много раз показывал о том, что нет прямой корреляции между работой печатного станка, который, как я уже сказал, работает постоянно, и ростом цен на недвижимость. Люди не всегда, когда работает печатный станок, постоянно откликаются на предложение продавцов покупать квартиры по их хотелкам. Вообще, на этом фоне работы печатного станка героем выглядит президент, новый президент Аргентины, Хавьер Милей, которого тут наши в последнее время очень сильно гнобили. Что он где прям шоумен, и вообще откуда ни возьмись взялся, что это за президент. А вот этот вот, так сказать, президент, которого наши не ставят ни во что, взял и своим указом остановил печатный станок в Аргентине. И теперь деньги в Аргентине не печатаются, как это было последние 15-20 лет, бесконтрольно. И что вы думаете? А вот ключевую ставку они начали снижать. Да, конечно, с 50 безумных процентов годовых снизили до 40, но тем не менее, и объем денег в экономике Аргентины также начал сокращаться. И что вы думаете? И инфляция стала останавливаться. Что нужно для того, чтобы все было хорошо? Да нужна просто воля. И вот тут еще один миф о том, что люди с депозитов скоро начнут перекладываться в недвижимость. Ну как только ставки пойдут вниз, так почему-то покупатели, обязательно снимая свои деньги со вкладов, побегут покупать недвижимость. Вот ничто другое, ни автомобили, ни сгущенку, ни погашение других каких-то кредитов они будут делать, обязательно вот в бетон побегут. И там на этих вкладах скопилось уже более 63 триллионов рублей. Но давайте-ка посмотрим на материалы, которые предоставило Агентство страхования вкладов. Так ли на самом деле хороша эта история, что люди снимут деньги с депозитов и понесут обязательно на рынок недвижимости. Давайте посмотрим, сколько этих людей в процентном соотношении имеет достаточное количество денег на депозите, чтобы его снять. И вот так вот прямо, тфу, без ипотеки пойти и купить себе какую-нибудь квартиру. Все графики и таблицы, которые я показываю вам в своих видео на YouTube-канале, я публикую в своих телеграм-каналах. Инспектор новостроек и Щегельский о недвижимости без сиропа. Не забывайте подписываться на них для того, чтобы быть оперативно в курсе событий, которые происходят на рынке недвижимости. Ссылки на каналы находятся под данным видео. Согласно отчета предоставленного Государственной корпорацией Агентства по страхованию вкладов за первый квартал 2024 года, мы видим, что количество вкладов, то есть общая сумма вкладов постоянно растет. И с января 2019 года по апрель 2024 года выросло практически в два раза. Да, это фантастическая сумма 63,4 триллиона рублей, на которую смотрят все. И Хуснулин и, соответственно, Силуанов, каждый из них хочет погреть руки на этих триллионах, которые, естественно, благодаря высокой ключевой ставке, которую все ругают, однако же привлекают граждан вкладываться в эти самые депозиты, банковские вклады. И вот если посмотреть на следующий график, где показано распределение объемов вкладов физических лиц, то вот это как раз то, что многие говорят. Вы посмотрите, какое количество денег. Ведь вот видно же, что до миллиона всего 28%, а если посмотреть от 3 до 10 миллионов, 14,6% общего количества вкладов, а свыше 10 миллионов вообще почти 31%. Представляете, вот все эти люди как возьмут, когда начнут понижать ключевую ставку, снимут деньги и почему-то побегут сразу в недвижимость. И вот на днях прошла информация о том, что у нас появилось очень много вкладов вообще по сумме от, вдумайтесь этой цифры, от 100 миллионов рублей. Ну, понятное дело, положил 100 миллионов на год, через год получил доход 15 миллионов рублей. Нехило, правда? Но никто не учитывает главный момент. И никто, наверное, специально не показывает следующий график. Распределение количества вкладов физических лиц по диапазонам. Вот это как раз этот график, который я показывал еще 2-1,5 года назад и год назад. И он, как мы видим, практически не изменился. Что здесь у нас? Здесь у нас указано, какое количество людей от общего количества этих самых вкладчиков имеют какие размеры вкладов. И здесь видно, что не то, что подавляющее большинство, а цифра, стремящаяся, извините меня, к 100%, да, 96,2 от общего количества вкладов, ну, грубо говоря, 96 человек из 100 положили на депозит до 1 миллиона рублей. Вот скажите мне, пожалуйста, когда они снимут свой 1 миллион рублей, чего они там купят на рынке недвижимости? Причем это до миллиона. Это значит, что у кого-то 300, у кого-то 500, у кого-то 100, ну, допустим, у них до миллиона это миллион. И что? Что можно купить? Да, вполне возможно, что существуют такие города и поселки в Российской Федерации, где действительно на этот миллион можно купить однокомнатную квартиру. И вы можете написать в комментариях. Может быть, есть зрители на моем канале в городе или поселке или в деревне, где они живут, где квартиры можно купить за 1 миллион рублей. Но мы-то с вами понимаем, что в большинстве российских городов таких цен на недвижимость нет. И рассматривать здесь нужно только тех вкладчиков, которые имеют вклады от 3 миллионов до 10 миллионов рублей и от 10 миллионов рублей. А на графике их четко видно, что свыше 10 миллионов рублей количество вкладчиков 0,1%, а от 3 до 10 миллионов рублей 0,5%. Итого, грубо говоря, всего 0,6% от общего количества всех вкладчиков обладают той самой суммой денег, которую можно направить на покупку недвижимости, либо вообще не прибегая к ипотеке, либо принеся первоначальный взнос в этом размере, ну как бы в размере этого своего вклада. Допустим, это Петербург. В Петербурге за 3 миллиона рублей, к сожалению, тоже однокомнатную квартиру не купишь, но можно вложиться в виде первоначального взноса и купить там студию за 4, добавив 1 миллион рублей. А хочешь однушку? Ну, думай тогда о суммах от 6 миллионов. А если это Москва, то мы понимаем, что тут вообще, наверное, нужно задумываться о покупке квартиры однокомнатной, только имея там реально, наверное, 10 миллионов рублей. Вот и всё, вот и весь миф. Нету этих денег. То есть, вернее, нету этих людей, которые снимут деньги с депозитов и обязательно, ну как многим кажется, побегут вкладывать их в недвижимость. Я считаю, что вопрос закрыт. Если вы считаете, что он не закрыт, и у вас есть какие-то дополнительные аргументы по поводу того, что я вам сказал, ну, то есть антиаргументы, кто считает, что я не прав, что у нас 96% населения, то есть 96% вкладчиков имеют такое количество денег на вкладах, что они ничего не могут купить, даже, наверное, автомобиль на вторичном рынке. Вот, ну, если вы считаете, что количество людей больше, то, пожалуйста, конечно, пишите в комментариях. Да, и сразу забегаю вперёд. Некоторые тут пишут, да вот они дробят, там люди берут и дробят вклады. У них на самом деле 10 миллионов, а они их дробят по нескольким банкам. Или, допустим, они их дробят и раскладывают по семьям, там, жена, муж, дети, бабушки, дедушки, каждому надробили и положили. Но скажите мне тогда, пожалуйста, а чё они дробят-то так мало? Ведь всем известно, что страхуется вклад до 1,4 миллионов рублей. Зачем им дробить вклад на суммы меньше миллиона? Поэтому я считаю, что это тоже не аргументы. Здесь видно, что от 1 миллиона, ну, грубо говоря, до 3 миллионов, возьмём сюда, где могут быть надроблённые вклады, всего 3,2%. То это самое говорит о том, что я всё же, я считаю, прав. О том, что нет такого количества вкладчиков, которые могут вытащить деньги со вклада, с банка и безболезненно приобрести себе недвижимость. Ну, короче, на мой взгляд, вот эта вот идея, что люди с депозитов побегут в недвижимость, достаточно кислая. Вы, конечно, можете написать в комментариях своё мнение. Сколько у вас денег лежит на депозите? Сколько вы там надробили и разбили, так сказать, свои миллионы на несколько частей и на нескольких членов своей семьи? Нам будет очень интересно почитать. Ну, а я перехожу к следующей интересной новости. Новость от Центробанка. Заемщики стали реже досрочно погашать свои ипотечные кредиты. Ой, сюжет, да? В первом квартале 2024 года россияне потратили на досрочное погашение ипотечных кредитов 432,7 млрд. рублей. Этот результат минимальный за последние полтора года. И если сравнивать с прошлым кварталом, то есть с четвертым кварталом 2023 года, объем досрочных погашений упал более чем на 20%, а к январю-марту 2023 года около 10%. Также россияне все меньше гасят действующую ипотеку за счет нового ипотечного кредита. Это все следует из материалов Центробанка. Так, в первом квартале заемщики внесли немногим более 2 млрд. рублей заемных средств для досрочного погашения текущей ипотеки против 3,7 млрд. рублей годом ранее. Стремительно падают и объемы досрочных погашений ипотеки за счет проданных квартир. В январе-марте 2024 года россияне внесли всего 1,68 млрд. рублей в оплату ипотеки. Это в три раза меньше, чем в четвертом квартале 2023 года. И в 2,7 раза меньше, чем в первом квартале 2023 года. На графике видно, что начиная с 2022 года меньшие суммы россияне отправляли на досрочное погашение ипотеки лишь во втором и третьем кварталах 2022 года, что, собственно говоря, объяснимо. Ситуация тогда была аховая и непонятная. Почему же россияне стали меньше гасить ипотеку досрочно? По этому поводу есть разные мнения. Первое из них заключается в высоких ставках по депозитам. То есть граждане вместо того, чтобы гасить свою ипотеку, берут накопленные деньги и кладут их на счет в банки. Таким образом, получая в среднем от 12 до 16% годовых. По-моему, это какое-то странное поведение. Если средний заемщик досрочно гасит, допустим, 100 тысяч рублей, то где эта выгода с этих 100 тысяч рублей, которые он откладывает на счет? Другое дело, если у него сотни тысяч, а то и миллион рублей, ну в этой ситуации, наверное, да, он может позволить себе положить такую сумму на счет, что-то там подкопить, а потом, через какое-то время, когда ставки по депозитам будут снижаться, взять и направить их на досрочное погашение кредита. Но основная эта масса граждан не имеет миллион рублей для досрочного погашения кредита. Поэтому я думаю, что эта формула о том, что граждане досрочно не касят кредит, потому что им выгоднее класть накопленные средства не на погашение, досрочное погашение ипотечного кредита, а на депозит, является не очень-то жизнеспособной. Следующий фактор, который муссируют в средствах массовой информации и аналитики от банков, заключается в том, что гражданам просто невыгодно гасить кредиты досрочно, потому что они их взяли под низкие процентные ставки. В 20-м, 22-м годах она была очень низкая. И мы помним, что в 22-м году вообще придумали схему так называемых ставок, по которым можно было купить пониженную ставку. Это так называемые субсидированные ставки. Ты переплачиваешь за квартиру, а потом получаешь ипотечный платеж под 0,1% годовых. И получается, что граждане, конечно же, сидя вот так вот на сегодняшний день, с такими кредитами думают, а чего, какой смысл-то гасить. И, наверное, в этом и есть тот самый смысл или умысел того самого застройщика и тем более банка. Задача была банка получить всю свою прибыль заранее. И они ее получили, потому что вы купили квартиру не за 10 миллионов, а за 13, а эти 3 миллиона рублей просто отдали банку, купив низкую ипотечную ставку. И при такой ситуации банку выгодно, чтобы вы продолжали сидеть с банком еще 15-20 лет, на его балансе висел как бы ваш долг, а вы ему еще приносили какие-то копейки, пусть даже копейки, но приносили бы и приносите. Поэтому, конечно же, все заемщики, которые взяли квартиру по субсидированной ставке, оказались заложниками того, что теперь вроде бы как и невыгодно им гасить кредит заранее. И вот здесь, на мой взгляд, ловушка. Потому что важна не ежемесячная сумма платежа, а сумма долга. Ну хорошо, платите вы же за ваш кредит там 20 тысяч рублей, а долга у вас на 10 миллионов. И если, коснись, завтра вам тяжело будет платить даже эти 20 тысяч рублей, то долг-то останется, и долг этот будет гаситься 20-30 лет. Поэтому, если у вас сегодня появляются лишние средства, лучше все же направлять их на досрочное погашение кредита, а не сидеть с этим кредитом бесконечно долго. Я же думаю, что именно третья версия является более жизнеспособной. Почему россияне перестали досрочно погашать кредиты? Да неуверенность в завтрашнем дне у россиян, так сказать, увеличилась. Люди просто, получая новые доходы, не стремятся гасить старые, потому что они не знают, а будет ли у них работа завтра. Поэтому они откладывают лишние суммы не на погашение кредита, а, так сказать, на черный день, чтобы пережить то время, когда они остались без работы в поисках нового дохода. Вы, конечно, можете писать в комментариях свои версии, почему россияне стали в этом году гасить кредиты досрочно реже, чем в прошлом. Ну а мы тут все поспорим в комментариях, потому что мы, как вы знаете, любим это делать. Если вам требуются услуги по покупке, продаже недвижимости в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других городах Российской Федерации, а также требуется консультация или сопровождение сделки, обращайтесь, телефон вы видите на данном экране, пишите, звоните, и мы вам поможем. Спасибо, что досмотрели видео до конца, и пока, всем пока! Без сиропа. Спасибо. Продолжение следует...